Думаю, что прежде всего очень важно обратить внимание на то, как мужчина относится к решению проблем. Думаю, что прежде всего очень важно. В отношениях всегда бывают, возникают проблемы. И, кстати, это один из очень важных показателей. Если пара говорит о том, что «да у нас все так складно, у нас нету никаких проблем», вы знаете, что это на самом деле наоборот очень тревожный знак. Но проблема бывает, мы же разные, и люди действительно проходят. И вот очень важно увидеть, что проходя через какие-то конфликты, мужчина может их решать, может чем-то жертвовать от себя. Вот это вот свидетельство о том, что он действительно по-настоящему любит. Я бы даже еще обратил, знаете, внимание на слова. Ведь фразу «я люблю тебя» тоже можно говорить по-разному. Можно делать акцент на том, что это «я люблю тебя», можно делать акцент, что «люблю», а можно делать акцент на том, что «ты для меня важен», что «я в тебя хочу вложиться», «я тебе хочу сделать что-то очень важное, очень доброе», «тебе хочу выразить любовь». Я думаю, что вот эти вот моменты, они очень важны, когда мы говорим о взаимоотношениях и о том, что мужчина по-настоящему любит. Я думаю, что очень важно, чтобы он, так скажем, слово его не расходило с делом. Когда он обещает что-то сделать, то он выполнял эти обещания. Это тоже говорит о его честности, о его готовности оставлять, может быть, что-то свое. То есть это говорит о том, что он не эгоист, но он действительно уже достаточно лично зрелостен, чтобы вот иметь эту настоящую любовь. Потому что для настоящей любви действительно очень важно быть ответственным человеком, уметь жертвовать собой и уметь идти на поступки, которые будут действительно нести счастье другому человеку. К большому сожалению, надо отметить, что вот самая распространенная ошибка является такое, знаете, предположение или даже убеждение девушки, что, ну да, я вижу сейчас недостатки в нем. Я вижу, что он несовершенен. Но когда мы будем вместе, когда у нас будет семья, все изменится, все будет по-другому. И вот это вот, ну, я бы сказал откровенно, ложное такое упование на то, что все это изменится, что я смогу повлиять, я смогу его изменить, оно вообще-то на самом деле ложное и может сыграть действительно такую очень неприятную роль в будущем. Поэтому очень важно, на мой взгляд, во-первых, не торопиться всегда с решением. То есть посмотреть, действительно испытать, ведь, знаете, настоящая любовь, она вырастает из отношений. И она должна быть испытана таким образом, на мой взгляд, до того, как вот принимать решение, да, окончательно, даже если делается предложение, но все равно очень важно посмотреть на то, как этот будущий избранник, да, тот, кто делает предложение, как он себя ведет в обществе, да. Я бы обратил внимание, прежде всего, это его отношение с родителями. Вот обязательно познакомившись с родителем, посмотрите, как он общается с ними, как он относится к своей маме, к папе, есть ли там слова уважения, почета, или там есть, я бы так сказал, подростковое такое, может быть, неприятие, такое, знаете, позиция верховенства такого. Это все очень важный сигнал, не пропустить его. Посмотреть на то, как этот человек относится к своей работе, опаздывает он на работу, ответственный он работник или нет, то есть, мне кажется, это тоже очень важный факт. Посмотреть на то, как он себя ведет в обществе со своими друзьями. Я думаю, очень много говорят вообще еще друзья вот вашего избранника, да, то есть, как его там принимают, кто он для них, да, потому что там, на самом деле, в обществе, это такой определенный зеркало наше. Там проявляются наши недостатки, и другие замечают и знают о них. Я бы еще обратил внимание посмотреть на то, как человек проходит через какие-то кризисные ситуации. Это важно, потому что, когда наступает совместная семейная жизнь, всякие жизненные обстоятельства, они, конечно, привносят определенное напряжение, стресс. И вот здесь очень важно не ошибиться, чтобы человек не оказался таковым, который в случае проблем, сложности, он или убегает, или он каким-то образом ведет, так, я бы сказал, недостойным образом. Вот лучше обратить внимание до того, как принимается решение. Поэтому, если говорить, возвращаться к ошибкам, да, ошибки, они бывают, но, к сожалению, или даже в нашем случае, к счастью, я бы ободрил на то, чтобы и поощрил бы, чтобы смотреть. Смотреть ранее, и вот обратить внимание, еще раз повторю, поведение человека с родителями, на работе, со своими друзьями, и то, как он относится вот к сложностям, которые бывают в жизни. Я думаю, что это уже хорошие критерии, чтобы оценить, действительно ли это он. И поэтому, в заключение скажу, очень важно себе, ну, запомнить, что когда мы вступаем в брак, мы не вступаем с надеждой, что там я изменю человека. Вот это надо оставить, надо просто для себя принять такое определенное решение. Готов ли я принять этого человека, или готова ли я принять вот таким, какой он есть. То есть, даже с этими недостатками, мы все несовершенны. Но для себя понять, что это не наша роль, когда мы уже становимся мужей с женой, менять другого. Наша роль – это восполнять те нужды, и он восполняет наши нужды. Так что, желаю, чтобы никто из нас не допускал таких роковых и неприятных ошибок. Вопрос такой, на каком этапе отношений можно говорить уже о количестве детей, о месте проживания вот этой новой семьи. Я считаю, что, конечно же, в отношениях есть свои этапы. И будет, ну, по меньшей мере, очень странно в самом начале знакомства об этом говорить. На мой взгляд, когда мы говорим о количестве детей, то это вопрос уже такой достаточно личного характера. И я бы предпочел то, как мы обычно даже это проводим. Это уже больше разговоров бы складывался, когда уже точно есть определенность, есть помовка. Я бы даже сказал, уже парень сделал предложение или очень близок к тому, но внутри, поскольку я считаю, что именно за парнем инициативу делать предложение, внутри те, кто помогают, ведут пару, да, консультируют, может быть, уже есть определенность, что да, мы предназначены друг для друга. Иначе это преждевременный вопрос. Но не будете же ли вы сближаться только из-за того, что считаете, что у вас одинаковые взгляды на количество детей в семье. Или по месту проживания. Хотя это важный фактор, но это несущественно, хотя достаточно личные. Поэтому моя была рекомендация, чтобы это уже решать, когда действительно выстроены доверительные отношения, когда уже вы строили их на основании духовном, вы смотрели на социальную сферу, вы принимаете друг друга, вы личностно приняли друг друга и доверяете друг другу. Когда вы уже работаете и на эмоциональной сфере, да, и тоже делитесь вот какими-то такими личными вещами. И вот тогда уже, да, этот вопрос будет уместен. Так что приберегите этот вопрос, не задавайте его сразу. Я думаю, это будет очень уместно. Уместно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова